МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Эфир телеканала ННТ продолжит новости в студии Джамиля Шарипова и коротко о главных темах в этом выпуске. И снова о ЕГЭ. Сдавать единый государственный экзамен становится все сложнее. Английский по Кембриджу, как в школе Ватан. Освоили новую систему изучения иностранного языка. Расскажем сегодня в выпуске. Отличникам школ станет сложнее получить золотую медаль. Теперь, чтобы стать ее обладателем, выпускник должен набрать 70 баллов за ЕГЭ по русскому и получить отлично за ЕГЭ по математике. Об этом было сказано на родительском собрании с участием Уму Пазель Амаровой. Хадижа Курбанова, продолжение темы. Более 600 родителей выпускников с разных районов республики собрались в зале 10-й школы города Махачкалы. Тема ежегодного сбора – подготовка к приближающемуся экзамену. Из значительных нововведений в этом году новые правила получения аттестата с отличием. В этом году издан приказ, по которому аттестат с отличием будет выдаваться только при сдаче русского языка на 70 баллов и математике на оценку «отлично». Вот уже прямая связь с результатами сдачи ЕГЭ, чего не было в прошлые годы. Кроме прочего, министр образования отметила, что актуальной остается проблема психологической подготовки выпускников. И часто именно родители нагнетают обстановку, оказывая давление на детей. Другая сторона медаля – когда они же в поисках содействия на экзамене стараются подкупить организаторов. Факты коррупции на ЕГЭ и возможность какого-либо содействия исключены, заявляет Умпазель Амарова. Кроме этого, она особо подчеркивает, денежным побором якобы на нужды для сдачи ЕГЭ в школах не место. Не секрет. Вот иногда доходит информация, что какие-то организуются в школах поборы, сдача каких-то денег. Якобы на какие-то покупки к ЕГЭ необходимы какие-то взносы какие-то. Это не так. Я со всей ответственностью заявляю, что все абсолютно это какими-то отдельными людьми, наверное, организуется. Если вы столкнулись с описанными фактами вымогательства денег в школах, Министерство образования республики призывает обратиться по номеру, который вы видите на своих экранах. Хадижа Курбанова, Гаджи Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала. В школе Ватан прошел экзамен по английскому языку. Ватан является участником международной образовательной программы Cambridge English и проводит подготовку к экзаменам, разработанным Департаментом экзаменов по английскому языку Cambridge English Exam. Подробности расскажут наши корреспонденты. Кембриджская система экзаменов для изучающих английский язык является мировым лидером в области сертификации иностранного языка. Ежегодно миллионы людей сдают такие тесты, чтобы обратить в реальность свое стремление к учебе. В прошлом году школа Ватан получила статус по подготовке к международным экзаменам в Кембридж. Как проходит экзамен? Он проходит два дня. То есть в первый день это устная часть, во второй это письменная часть экзамена. То есть проверяются все четыре вида речевой деятельности. Это аудирование, чтение, говорение и письмо. Для того, чтобы дети снизили языковой барьер, были мотивированы на дальнейшее изучение английского языка. А также, чтобы, естественно, могли применить свои знания в реальной жизни. Экзамен по английскому языку сдают учащиеся со второго по седьмой класс. Со следующего учебного года планируется проведение экзамена и в старших классах. На дорогу к знаниям и престижному международному сертификату, который не имеет срока давности, учащиеся и преподаватели потратили целый год. Я работаю с этой школой уже третий год. Прогресс, который происходит в данном учебном заведении, он виден налицо. Прогресс в обучении, прогресс в самих программах, в развитии проектов, которые реализуют данные образовательные учреждения. Я могу вам сказать, что вообще принцип учебного заведения, их слоган таков, что они не только дают знания, но они и помогают реализовать эти знания в жизнь. Также с этого года школа Ватам приглашает всех желающих в летний языковый лагерь. Там дети смогут погрузиться в атмосферу изучения английского языка. Камиль Девятов, Салман Гитихмаев, телеканал ННТ, Махачкала. В медицинском колледже имени Башларова в Махачкале подвели итоги конкурса «Золотые правила нравственности» среди учеников начальных классов. Мероприятие своим присутствием почтил муфти республики, председатель Совета Алима в республике, шейх Ахмад Афандия, а также представители органов власти. Финальный этап прошел в форме фестиваля дружбы народов Дагестана. Конкурсанты путем жеребьевки представляли девять народностей. Детишки выступали перед членами жюри с прекрасными стихотворениями и интересными сценками. Рассказывали о культуре и традициях той или иной национальности. Муфти Ахмад Афандий выразил огромную радость по случаю участия в данном мероприятии. Золото? Какой национальности? Никакой национальности. Значит, нейтрально. И нравственной истории нации нет. У нас тоже нет нации. Мы дагестанцы, это наше богатство. Эти наши показатели, они хотя кое-кто, ауарец, кумик, они показали культуру. Нагайцы, резгину, азербайджанцы. Вот это наше богатство. Люди меня спрашивают, как вы видите будущее Дагестана? Я всегда говорил, будущее Дагестана исключительно хорошее. А доказательством является сегодняшний день. Отметим, что победителям, а также всем участникам были вручены памятные подарки. И о лагерях подробнее. В этом году 17 тысяч дагестанских школьников смогут хорошо и с пользой провести время летних каникул. Их принять уже готовы 28 лагерей. На отдых ребят из республиканского бюджета выделено 227 миллионов рублей. Однако есть проблема с нехваткой врачей, согласных работать в детских оздоровительных лагерях за низкую оплату труда и круглосуточный график работы. Места детского отдыха сейчас проверяют МЧС и Роспотребнадзор. Республика присоединилась к всероссийской акции в честь дня посадки леса. В Махачкале более 100 сотрудников ДАК лесхоза высадили саженцы деревьев. На горе Таркетау убрали мусор, полили деревья, вскопали почву, привели в порядок более 2000 саженцев. Также от бытового мусора участниками акции было очищено несколько гектаров леса. Такую масштабную акцию ДАК лесхоз проводит впервые. Казенное учреждение Махачкалинское лесничество вышли сегодня сюда провести работу, связанную с уходами за ранее посаженными культурами. И организован полив этих культур. И будет выполнена та задача, которая была поставлена перед всеми. В рамках всероссийской акции «Стоп ВИЧ-спит» министр по физической культуре и спорту в республике встретился с директорами спортивных школ. Главная цель акции – привлечь внимание к проблеме и остановить распространение опасной инфекции. Было отмечено, что проблема распространения ВИЧ-инфекции есть, и противодействовать ей можно только через информирование населения об этой болезни. Директоров спортшкол призвали проводить среди учащихся профилактические беседы. В это же время работа должна проходить повседневно и всегда, без остановки. В целом, и пускай планета будет здоровой и полноценной. Это для всех хорошо. И поэтому то, что мы разговариваем, обсуждаем, видим эту работу, это одна сторона – вытитулованные, прославленные атлети-спортсмены по разным видам спорта. Было бы хорошо, так системно к этому подошли каждый спортсмен, каждая спортивная школа, каждый спортивный клуб. И к новостям спортивным. Дагестанец Джабар Аскеров одержал очередную победу. Накануне на турнире в Сингапуре наш кикбоксер завоевал путевку в полуфинал престижного гран-при Лиги Ван Эфси. Встреча с немцем Энрико Келем полностью прошла под диктовку дагестанца. С первых минут поединка он больше работал вторым номером, сделав ставку на контратаке. Попытки соперника навязать свою манеру боя успехом не увенчались. Аскеров уверенно контролировал ход поединка, что в итоге вылилось в победу единогласным судейским решением. В этот же вечер свой поединок по правилам ММА провел и другой дагестанец Саид Гусейн Арслан Алиев, который в первом раунде нокаутировал Амира Хана из Сингапура. Махачкале прошел городской чемпионат по шашкам среди инвалидов по зрению. На дружеское состязание собрались более 20 незрячих и слабовидящих спортсменов. Игроки используют специальную шашечную доску, предназначенную для слепых. Подобные турниры помогают не только выявить лучших шашистов, но и встретиться и пообщаться людям с ограниченными возможностями. Победителей турнира наградили медалями, грамотами и денежными призами. Это была последняя информация в этом выпуске. Всего доброго и до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok